всем привет в этом видео будет немножко про косяки по разметке как раз вот сейчас я подъезжаю к первому месту и когда-то это место показывал видео кстати назвал мы пересекаем двойную сплошную ничего не нарушаем почему потому что знаки имеет преимущество над разметкой и вот здесь как раз такая же ситуация просто покажу вам несколько мест это одно из них скажем смотрите сейчас мы будем проезжать левый ряд возьму чтобы было хорошо видно ведь идет везде двойная сплошная смотрите видите через 60 метров место для разворота вот это место для разворота но здесь идет двойная сплошная которую нельзя пересекать но знак имеет преимущество над разметкой поэтому можно но прикол здесь в другом прикол в том что когда-то давно действительность была двойная сплошная потом повесили знаки подмазали эту двойную сплошную ну потом понятно под маска вот это смылась вот как мы сейчас проезжаем, тут такие островки безопасности есть. И раньше этих островков безопасности не было, разметка была по одному. Потом поставили островки безопасности, и получилась, одна разметка налаживается на другую, ее начали замазывать. Сейчас опять будет островок безопасности. Вот смотрите, здесь, видите, идет такое разделение. Старую подмазали, новую нарисовали. Но это нормальная практика, так происходит частенько. И там тоже они разметку замазали на том месте. Люди уже даже колесами повытирали это место, что там уже, ну, все разворачиваются на этом месте, все хорошо затерли. И потом, когда они второй раз рисовали разметку, они опять взяли накосячили, опять в том же месте лупанули двойную сплошную. В общем, прикол в том, что просто второй раз они делали, они уже это год назад уже замазали, и второй раз они поверху закосячили и поверху нарисовали. Ну, бывает такое. Но опять же таки, если поверху нарисовали вы двойную сплошную, ну, возьмите сразу чернилку, сразу зачерните, чтоб было нормально но бывает всякие нам все ошибаются но дело в том что как нарисовали на там есть и люди боятся разворачиваться потому что видят двойную сплошную и здесь смотрите на этой улице еще одно место тоже самое него тоже люди колесами уже вытерли разметку уже все вот здесь своете видите знак показывает что налево можно я показываю левый поворот и видите двойная сплошная чтобы типа якобы на лево не поворачивали но знак есть и можно поворачивать но я сейчас разворот здесь скажем сделаю здесь можно потому что знак имеет преимущество над разметкой и когда-то они ее замазали и потом взяли в этом месте опять лупанули двойную сплошную и вот сейчас вот даже не замазали и многие кто будет ехать и думаю так ну как двойная сплошная есть ехать нельзя но на самом деле можно понимаете какая штука я вам еще сейчас места покажу с косяками вот здесь видите островки безопасности тут понятно что ну как бы как тоже надо было это рисовать на не то что вот накосячили здесь это нормально здесь ну сделали островки вон впереди еще такой же острововки их не было часто не по всему киеву появляются и понятно что разметка была раньше одна потом ее другую нужно было как-то нарисовать потому что островка не было тут он появился и часть ряда забрал как раз в крайнем левом ряду по полряда он позанимал и они разметку чуть-чуть боком нарисовали пришлось ну как-то исправлять замазать это нормально но от косяки такие есть иногда вот это уже да есть кстати такие моменты которые остались еще от старых скажем но не то что правило здесь круговое движение и когда-то здесь было ну ступи дорогу это было сейчас сделали главную по кольцу и вот смотрите я сейчас еду видите на разметка осталось еще старая здесь видно что типа я должен уступать дорогу но на самом деле мне должны уступать дорогу здесь вот такой прикол причем вот такая ситуация на круговых движениях что на асфальте нарисована уступи дорога у вас главное много где сейчас есть потому что как я говорю ну поменяли много где поставили главную по кольцу разметка осталась старая но пока новички ездят тоже могут сталкиваться с такой ситуации что ехали да то есть перечит скажем то что она нарисована на асфальте это что они видят скажем знаки да бывает такое вот смотрите я по кругу сейчас еду и вот вижу уже да здесь было когда-то уступи дорогу в крайнем том ряду вправом было видно что там нарисованы на уступи дорогу хотя на самом деле но уже давно главное все уступили надо такое есть на кольцах это ну я это вижу уже как бы даже внимание не обращаю и вы знаете я вот нашел сейчас один единственный плюс нашей разметки которая смывается за сезон которую рисую скажем в конце лета и весной уже да скажем конец зимы и весна у ее уже нет и вот при преимущество в том что ее нарисовали вот где-то на круговых сейчас колесами и по вытирали потом свежую нарисует будет все правильно а так бы нарисовали сразу хорошую все надо уже лепос водпеть либо как-то соскребует от 1 плюс единственный сейчас еще одно место вам покажу это в районе дорогой женщины тройта нарисовано ступлиня вот эта улица насколько помню навсегда было одностороннее вот смотрите видите поступления нарисовал по кому она вопрос нарисована когда в эту сторону ехать нельзя посмотрите по ближе покажу видеоступление здесь и светофора до никакого нет и это односторонка то есть сюда тут ехать можно вот в эту сторону она идет его знак там даже одностороннее движение есть и сколько я помню здесь всегда была односторонка вот такой косяк особо никому не мешает но тем не менее есть ну и пока еду сейчас к очередному косяку расскажу вам немножко про хоть лайм финанс это онлайн страхование кто не знает то смотрит мой канал уже все знают про хоть лайм финанс по моему все в общем и вновь всех что такое хоть лайм финансы это можно сказать а программа позволяющая вам сравнивать цены предложения от страховых компаний чтобы ну как как то могли где-то их сравнить какие есть предложения вот находом финансы это сделать в идеале и там у них есть стать еще одна фишка такая что вы можете не свои параметры вбивать автомобиля просто вбиваете номерные знаки своего автомобиля и она подтягивает вам все предложения которые есть а страховых компаний а там предложений немало там 80 топовые компании украины ночью все компании которые есть самую крупная там они и есть скажем я от них предложение там будут со скидками вы увидите там есть скидки на них ну то есть и зайдете на хоть linefinance посмотрите то есть там можно сэкономить но в районе это я посчитал где-то 500 гривен на страховом полисе причем не забывайте про мой промокод инс 50 на каждом полисе вы сэкономите 50 гривен и у них есть еще мобильное приложение тоже я кстати скачал с play market а ссылочку вам оставлю в описании с play market и скачала тоже можно на мобильном хорошо смотреть убиваете свои параметры скажем да и смотрите страховки именно для вас то есть до предложения хорошие страховка сразу при оформлении сразу поступает в базу гаи скажем да чтобы вы не получил что вы купите какой-то левый полюс в общем смысл том что там можно хорошо сэкономить и не спеша сравнить предложение чем очень быстро можно оформить страховку удобно плюс сравнить цены ну ссылочку на хоть на финанс как обычно ставлю в описании к видео я продолжаю дальше я вам скажу что на самом деле конечно не все печально у нас разметка и вот новые дороги где перестилает уже новый асфальт делают разметку такую что она уже ну два-три года ее не обновляют и она держится нормально вот проспект победы сделали года три назад разметку по моему там не обновляли ее видно отлично вот здесь вот тоже я еду по улице по-моему года два назад ее нарисовали перестелили вообще разметка отличная то есть могут если хотят могут сделать нормально и нормально разметка держится я смотрю что сейчас все больше и больше перестилают и рисуют уже качественную разметку то есть не такую как раньше что вот нарисовали сезон ее нет то есть нарисовали от года два-три по-любому она есть мне кажется даже она будет и по пять лет наверное лежать где-то будет подрисовывать то есть нормальное качество она держится вот здесь сейчас будет еще один косяк по разметке я тоже его когда-то уже давно показывал том же видео что мы пересекаем там скажем двойную сплошную ничего не нарушаем здесь тоже повесили просто знаки и все и не сделали скажем какую-то ну разметку не перерисовали вот здесь я вам сейчас покажу как раз вот там машина поворачивает налево да вот еще одна поворачивает смотрите видите как нарисовали а хотя здесь немножко исправили да не не сильно здесь исправили ведь и мы заезжаем на островок вот сюда поняли здесь дополнительный ряд просто повесили полосу то есть так три полосы туда идет это еще одна якобы разворотов знак видно запрещено налево поворачивать можно знак имеет преимущество над разметкой можно ехать хотя по сути дела по разметке здесь вот так островочек такой нарисован сейчас этот смотрите уедет киа будет видно ведь этот из пунктирщик нарисовали не все-таки что-то тут уже исправляли немножко сделали раньше вообще был такой островок заштрихованный просто но еще один моментик вам покажу ученики многие путаются видите поворот налево запрещено там дальше поворот направо запрещен но здесь клумба разделяет потоки здесь две односторонки то есть здесь налево поворачивать можно насть дак стоит чтобы просто навстречу впервые не поехали вот я щас налево буду поворачивать и все поворачивают почему потому что можно потому что нельзя в первое пересечении а во второе можно не забыть конечно про пешеходах нужно уступить а многие ученики я Holiday знаки дух поворачивать наливо нельзя что делать там едут прямо даже никто что новички даже многие опытные д сб Gwen знак поворот запрещена не не поворачивал на самом деле можно ей стать очень много мест где к примеру вот нужно заехать во дворы а разметка не позволяет то есть нет пунктира чтобы заехать туда то есть они ну как не знаю то ли они везде не хотели рисовать вот примеру смотрите мы едем вот надо было мне здесь во двор направо а линия сплошная я могу пересечь и только со стороны пунктира получается поворачивать что нельзя но люди там живут они по-любому туда заворачивали по-любому туда едут и так много где вот рисовали сплошную после его понятно как будто знаете разные организации рисуют вот точно такое же место тоже вот направо типа нельзя заходить ну как нельзя а как заезжать вообще домой вот одна улица вторая вся так идет разбитка а вот здесь уже смотрите сделали пунктирчик вот такой он должен быть и здесь уже типа чтобы могли поворачивать вы поняли но реально такое ощущение как будто знать это две разные организации 1 рисует полоску сплошную а другая организация приезжайте прерывистую знаете пунктирную рисует но они же рисуют сразу линию сплошную кидаете смотрите там есть заезды прошли стык-тык-тык-тык сделали я не знаю что они так косячат ну то есть людям во двор как заезжать везде сплошная линия нарисована просто получается по правилам по закону пересекать линию нельзя но человек там живет и он понимает что там на косячили и чему не ехать есть конечно другая история когда реально нарисована двойная сплошная люди ночью выходят и просто сами зарисовывать жители дома то хочешь поворачивать то есть там нельзя поворачивать они двойную сплошную с одной стороны краской замазали чернилкой такой вот смотрите на вот эту разметку колхозную то есть это же явно кто-то ночью вышел и здесь нарисовал чтобы можно было заезжать явно что не автодоровцы делали за на виде такими мелкими какими-то штришочками рисована нестандартными причем почему так замазывать потому что ну скажем у тех кто рисует разметку когда какие-то косяки у них есть такая практика замазывать косяки своей чернилкой скажем да то есть они типа замазывают и когда люди из дома кто-то вышел ночью сам замазал чтобы можно было поворачивать откуда кто-то знает это автодоровцы сделали либо это человек какой-то вышел сам сделал то есть разрыв полосе есть значит ехать можно люди едут вот такая штука а вот здесь смотрите тоже какой-то косяк ведь и машина уходит направо но здесь пунктир только в одну сторону почему туда нельзя там односторонка как раз твой проехать ну то есть то есть якобы если выезжаешь там с кармана то можно за пойти aus победы повернуть да нельзя вот тоже непонятно по ли так было задумано то ли это косяк вот непонятно понимаете можно доехать или нельзя но по сути дела будет ехать полиция может сказать вы пересекли там нельзя было ехать выше не видели пунктира не было так таких мест очень много и ты уже не понимаешь надо в какой-то момент это был косяк разметчиков либо это так было задумано понимаете причем это я вам показал косяки по разметке Которые рядом возле меня Где я обитаю, где я езжу, где я это вижу Представьте сколько ее вообще по городу Скажем, да, таких косяков Но есть такие, которые сильно перечат Скажем, да, знак и разметка Есть такая, которая старая осталась Есть просто что-то перепутали, нарисовали То есть оно где-то не критично Но это же говорит, только там, где я обитаю А где еще сколько ее есть В общем, получилось такое видео по косякам, по разметке Если видео понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Кто же подписался на канал, нажимайте на колокольчик Возле подписки на канал, чтобы всегда быть в курсе Последних обновлений, также подписывайтесь на телеграм Подписывайтесь на инстаграм Ссылочки, как обычно, в описании к видео Всем спасибо за внимание и до новых встреч, всем пока!